О край родной, о край далекий! Под таким названием в туристическом комплексе «Город мастеров» открылась новая выставка. Автор работ Станислав Воронков, в прошлом нижегородец, сейчас живет и творит в древнем городце, который и вдохновляет его на живописные полотна. О других новостях прошедших дней в видеообзоре Ларисы Силиной. Отдел ЗАГС Городецкого района продолжает традицию торжественной регистрации новорожденных многодетных семей. На мероприятие, которое прошло в зале Дома культуры Северной, были приглашены три семьи, у которых в этом году на свет появились малыши. Это семьи Шабриных, Балашовых и Малышевых. С радостным и важным событием родители поздравили руководителей районной администрации и отделы ЗАГС музыкальным подарком для виновников торжества стали выступления творческих коллективов. Очень приятно, конечно, что не забывают, что знают, сколько детей в каждой семье в Грации. Приятно очень. Мы считаем, что нужны такие мероприятия, то есть мы стараемся проводить их несколько раз в год, то есть мы участвуем юбилейных деток, сотые, двухсотые и так далее. Стараемся поздравлять многодетные семьи, то есть, соответственно, мы также поздравляем и семейные пары с их юбилеями семейной жизни. За прошедший год отделом ЗАГС Городецкого района было зарегистрировано 606 новорожденных, 290 мальчиков и 311 девочек. А с начала этого года ожидается уже появление на свет сотого малыша. Дом культуры «Северный» в Грации принимал творческий десант музыкантов из Нижнего Новгорода. Среди них студенты и преподаватели музыкального колледжа имени Балакирева и консерватории, а также солисты оперного театра. Все они участники большого проекта и в течение вот уже нескольких месяцев дают благотворительные концерты классической музыки в различных уголках региона, не только в районных центрах, но и в отдаленных селах. Выступления стали возможными благодаря выигранному гранту на Всероссийском молодежном форуме. Название импровизированного ансамбля – концертная бригада. Были же агитбригады, которые ездили на фронт и помогали нашим бойцам, поднимали их боевой дух, давали им надежду, и, возможно, именно благодаря этому мы выиграли. И вот мне хотелось организовать что-то нечто подобное, чтобы люди, живущие в отдаленных селах, не унывали и знали, что мы о них помним, обязательно приедем, поднимем им настроение, их вообще, ну, дух, так сказать, тоже какой-то, настроенность на жизнь. Я очень довольна, что попал на такой концерт замечательный. Ну, это вот действительно талант у людей. Все понравилось. И очень радостно, что идет возвращение в старую культуру. Совсем забытые такие инструменты, как балалайка, вот, гитара. Очень хотелось, чтобы они и дальше процветали, развивались и, ну, бередили нашу душу. Репертуар концертной бригады каждый раз новый, с озвученной времени года или знаменательной дате. На этот раз он был посвящен весеннему празднику. Поэтому в программе разнообразны мелодии о любви, романсы, ариза период, французские баллады и венгерский чардаш и русские народные песни. Этим концертом нижегородские музыканты закончили гастрольный тур по Городецкому району. Теперь их ждут в других городах и селах области. Кубок Нижегородской области по восточному боевому единоборству в дисциплине Кабудо собрал более 120 спортсменов из Мурома, Нижнего Новгорода и трех районов региона. Среди участников боев на татаме призеры соревнований различных уровней, кандидаты в мастера спорта, обладатели черных поясов. Подобные соревнования проходят уже третий год подряд в Городецком Фоке и посвящены памяти кавалера Ордена Мужества Юрия Первушина, который погиб на Северном Кавказе, исполняя свой воинский долг. Для ребят, начиная с 8 лет, вот на таких соревнованиях, когда много говорится о патриотизме, показываются фильмы, все равно каплей по каплей, все равно на сердце ложится. И они в душе оставляют себе, что у нас такие герои, такие ребята там. И все это очень важно для подрастающего поколения. Мы проявляем уважение к тем людям, которые участвуют в таких боевых действиях в Течне, в Афганистане. Мы проявляем уважение к нему и проводим соревнования. У меня есть много наград, около 20, но самая главная моя награда – это победность российских соревнований в городе Москве. Трудился я, когда готовились мы туда очень сильно. Даже вот на тренировках мы даже падали, когда трудились. Мне вид спорта нравится, потому что я с детства люблю кулачные бои. Ну, как бы бой мне нравится, еще нравится начать младше. Воспитанники городецкой детской спортивной школы Максим Николаев и Олег Туманин по результатам встреч областных соревнований завоевали бронзу и золото соответственно. В целом же у наших спортсменов 9 первых, 8 вторых и 13 третьих мест. Все призеры награждены медалями и дипломами. Редактор субтитров А.Семкин